Итак, несколько слов о нашем последнем путешествии. Мы побывали нынче немножечко в Италии, немножечко в Испании, немножечко во Франции и немножечко на Канарских островах. Само путешествие было неплохим, я должен сказать, но круслайн Коста нам, честно говоря, не понравилось. Поэтому, если кто из вас планирует путешествовать на корабликах, избегайте Косту. У меня есть много вещей, которые, я уверен, всем не понравятся. Ну, что ещё я могу добавить к тому, что я уже сказал? Да, наверное, ничего. Так что я не буду сегодня распространяться, философствовать и всякое такое, а просто мы сейчас с вами начнём просмотр этого видео. Итак, последнее видео. Итак, мы в Савонне, где завтра утром мы должны сесть на наш корабль. А сегодня мы хотим немножко посмотреть город. Чтобы туда добраться, надо перебраться на другую сторону лагуны. Вот через этот разводной мостик. Его разводят, чтобы выпустить катера в открытое море. Ну, а пока его сводят обратно, я быстренько засниму панораму набережной. Ну, должен сразу сказать, что ничего такого сверх ах и ох здесь нету. Набережная как набережная. Савонна – город небольшой, здесь живёт всего 60 тысяч человек. Ну, а от старины здесь осталась только одна вот эта вот крепостная башня 14 века. Ага, кажется, мостик открыли для пешеходов, так что мы направимся на ту сторону. Судя по всему, Савонна была рыбацкой деревней, что, пожалуй, подтверждается вот этой статуей рыбака. Ну, а сейчас похоже, что экс-рыбаки ностальгически вспоминают минувшие дни, когда с рыбнадзором боролись они. Путеводителя у нас не было, поэтому мы просто гуляли, смотрели, ходили, куда глаза глядят. И, как ни странно, в основном они глядели на какие-то забегаловки, где можно было бы хоть чуть-чуть перекусить. Мы, конечно, перекусили, но об этом лучше не вспоминать. Скажу только, что когда после ланча мы наткнулись на эти две Твин Тауэрс, все сразу почему-то подозрительно стали осматриваться по сторонам. И что вы думаете? Так и не зря. Нет, конечно, я не хочу катить бочки на Савонну. Хоть мы из нее уже, как вы видите, уезжаем, я все-таки скажу пару хороших слов о ней. Здесь родился Колумб, например, и Рената Скотта в 1934 году. И здесь же в 1952 году состоялся ее оперный дебют. Здесь же в прошлом году произошел довольно крупный скандал, когда обнаружили, что священники выставляли свои голые фотографии в гомосексуальном журнале. Ну что ж, давайте на этой веселой ноте распрощаемся с Савонной и переберемся в Тарагону. Обратите внимание, что для пришвартовки таких больших кораблей требуется буксир-сопроводитель с лоцманом. Погода сегодня дурная, идет дождь, поэтому нас неодолимо тянет в монастырские покои. Монастырь огромный, но живет в нем всего 29 монахов, так что имейте в виду, вакансии есть. Удивить мне вас здесь особенно нечем, поскольку монастырь, как и все монастыри, ничем не отличается, на мой взгляд. Правда, есть пару вещей любопытных. Первое – это то, что монахи местные – весьма предприимчивый народ. Они сумели сделать из монастыря какой-то полуаттракцион, что ли. Для туристов, посещающих монастырь, существует несколько options. Первое – это вот как мы приходим, смотрим, говорим спасибо и уходим. Второе option – это когда ты можешь остаться в монастыре на ночлег с соблюдением всех монашеских правил. И третье option – это обед с монахами. Представляете, вот в этой столовой обед с монахами. А после прогулка по ночному монастырю. Кстати, здесь внутри церкви расположена усыпальница всех королей и королев Арагонской династии. Говорят, что надгробия выполнены настолько тщательно, что внешность короля или королевы не отличить от их фотографий. Обратите внимание, что у ног короля расположен лев, а у ног королевы – собачка. И напоследок огромный холл, в котором, судя по всему, монахи устраивают соревнования на 100-метровку. Выйдя за ворота монастыря, мы увидали довольно большую толпу людей в каратистских костюмах. Так мне, по крайней мере, показалось изначально. Но на самом деле это нечто другое. С XVIII века в Каталонии очень популярны живые пирамиды. Так они их называют костеллой. Практически все деревни, не говоря уже о городах, имеют своих костельеров. Маленькое отступление, снимая всё в быстренном темпе, иначе будет очень медленно. Вне формы имеют огромное значение. Особенно важен пояс и бандана. Очень важен пояс, потому что его нужно затянуть как следует, а одному человеку его не затянуть. Нужно два человека для этой цели. Самые длинные пояса у тех, кто стоит у основания пирамиды. Ну, вы понимаете, что на них приходится вся основная нагрузка. Но что меня очень удивило, это то, что в этих, так сказать, мероприятиях участвуют дети. Причём буквально начиная с 3-4 лет. И родители их только поощряют в этом. Я ни за что бы не дал своим детям участвовать в таких развлечениях. Но я и не каталонец, как вы понимаете. А вот эти детишки каталонцы. А ведь такие пирамиды не всегда заканчиваются удачно. Иногда происходит вот что. Посмотрите. Официально такая башня считается завершённой, когда самый верхний ребёнок, который, кстати, называется цветком, подымет руки, и после этого все участники благополучно спустятся на землю. Что в данном случае не произошло. Здесь вроде бы никто не пострадал, но бывают несчастные случаи. Ну, а у нас, слава Богу, всё обошлось благополучно. Кстати, то, что мы увидали это зрелище, это абсолютная случайность. Она была не запланирована в нашей экскурсии. А запланировано было посещение очередной церкви Святой Марии в маленьком городочке Монт-Бланк. Нам дали 10 минут для того, чтобы осмотреться немножечко на этой площади. Но куда бы я ни смотрел, везде кругом были сплошные сиси. Обратите внимание, сколько их, причём все разного цвета. Well, всё это объясняется довольно просто. Завтра каталонцы голосуют за свою независимость. А вот вам испанский вариант плаката «Родина-мать зовёт». Вы, конечно, помните этот плакат. Ну, а на самом деле здесь написано «Я имею право голосовать, и я не боюсь использовать это право». Ну, вот и настал момент, ради чего нас привезли в этот городочек. Ну, что ж, посмотрим. Полон ожиданий. Вау! Вы знаете, издалека это напоминает Петру, где мы с Белой были в Иордании. Фасад выглядит, как будто он тоже вырублен в скале. Ну, конечно, на самом деле это не так. Но когда мы пытались войти вовнутрь, нам пришлось поцеловать дверь. И не потому, что мы такие религиозные. Просто церковь по средам закрыта. Хотя по средам все должны вкалывать, как известно. Удивительно, что местный экскурсовод об этом не знал. Наверное, он знал, но не точно. В результате нам пришлось немножко потоптаться вот на этой довольно любопытной мостовой. Потом отправиться обратно к своему автобусу. А впереди наш экскурсовод. Да не, шучу, ребята. После двух суток в море мы добрались до Канарских островов. А вернее, до острова Лансаротте. Про этот остров много чего написано. А вот про верблюдов почти ничего. А стоило бы. Я думаю, что, наверное, найдется мало жителей на этом острове, предки которых завезли сюда этих верблюдов где-то в 14 веке. Так что я считаю, что верблюды по праву должны владеть этим островом. А их, бедных, эксплуатируют и в хвост, и в гриву. О, видите, два эксплуататора сидят. Раньше здесь верблюдов использовали как средство передвижения, поскольку остров вулканический, воды очень мало. Всего пять янчей в год. Ну, а на сегодняшний день они возят только туристов. Обратите внимание на нашего верблюда. Ему явно хочется любви и ласки. Но, увы, никакой взаимности. Тогда, может быть, Лора? Лора! Лора! Нет. Остался один вариант. Саша. Саша, а ты? Ну, и тут взаимностью даже не пахнет. Да чего же вы, туристы, черствый народ? Ну, что делать? Такова уж наша верблюжья доля. Ну, не переживай так сильно. Может, какие другие туристы к тебе лучше отнесутся? Их тут ведь много. Один наш корабль чего стоит? Три с половиной тысячи человек. И вот так, каждый день, с утра до вечера. Верблюжий аттракцион расположен в национальном парке Тиманфайер. В этом парке вы не найдете ни деревьев, ни кустов, а в основном застывшая лава. Ландшафт здесь выглядит довольно сурово. Я бы сказал, мрачно. Но уж такова природа, никуда от этого не денешься. Снимаю я это все из окна автобуса, поэтому, к сожалению, цвет, наверное, не точно передается. Ну, и, в общем-то, качество не очень хорошее. Ну, что делать? На сегодняшний день в парке около 30 кратеров. Автобус на одну минуточку остановили возле одного из таких кратеров. Так что снимаю, опять же, через стекло. Напоследок нас привезли на площадку, где можно было продемонстрировать вулканическую активность этого острова, которое в данном месте расположено где-то буквально в 10 метрах от поверхности Земли. Температура там может достигать 600 градусов по Цельсию. Вот, кстати, нам демонстрируют одно из таких мест, открытых мест, почти что как вечный огонь, где засовывает солому, держит чуть-чуть, и через какой-то момент она загорается. А вот ещё один аттракцион. В дырку в земле заливают холодную воду. И в результате получается гейзер. И последнее. На вечном огне жарится картошечка, курочка, которые потом можно купить в соседнем ресторане. После парка, когда мы направлялись на другую сторону острова, нас остановили около виноградников. Вы обратите внимание, как они сделаны. Полукруглый заборчик, и виноград растёт в ямках. Причина этому – защита от постоянного сухого ветра. Не правда ли эта сторона острова выглядит немножечко иначе, а? В данный момент мы проезжаем город Аресив, это центральный город острова, и направляемся к пещерным галереям. Этот очень популярный туристский аттракцион был создан по инициативе канарского художника Цезаря Монрике в 1968 году. Как вы уже увидели, в первом гроте расположено небольшое горное озеро с кристально чистой водой. Ну, вообще говоря, на дне этого озера находятся тысячи маленьких белых крабов. Видите, там белые точки. Они очень маленькие, и они все бедненькие и слепые. Водится только здесь и нигде больше. Возникает вопрос, что сделал художник, поскольку озеро и крабы были и до него? Отвечаю – обкультурил. Создал рестораны, создал вон там сзади виден тропический сад, создал всякие интерьерчики, создал лестницы, по которым ходят, и Белочка вот только что поднялась, еле живая. Бедная моя жена. И по которой сейчас с трудом еще подымается Саша с Лорой. Но подымутся, точно подымутся. Поскольку обратного пути нет. А вот ради чего мы подымались по этой лесенке. Белый-голубой бассейн создан стопроцентно руками художников. Он как бы в контрасте с настоящим озером, которое находится в гроте, которое как бы темное. А это белое пятно. Действительно впечатляет, честно вам скажу. Очень такая резкая разница. Внутри этого бассейна, как я понимаю, купаться нельзя. Говорят, здесь можно плавать только королю Испании. Естественно, белых крабов в этом бассейне нет. А между прочим, одна любопытная вещь. Бросать монетки в бассейн с крабами запрещается, поскольку ржавчина от монеток может им сильно повредить. Ну, а теперь приготовьтесь к уникальным кадрам. Теперь позвольте мне представиться, меня зовут Рудик Бейм. Хотя вы это все знаете. Решил тоже попасть в кино хоть чуть-чуть. Ну, вот и попал. Я думаю, этого уже достаточно. Продолжайте, господа. Что вы хотите сказать? Прошли все выставки. Все мы посмотрели. Удивительный труд вложен в эти растения. А вообще-то, а где мы? Мы на острове Лансерот. Но он не так называется. Как это? Лансер... Что в переводе означает белый краб. Вот тебе белый краб. Что в переводе означает вообще рыцарь. Но Лансерот это не тот. Лансерот. Рыцарь. Чтобы я так жил. Чтобы ты так жил, но очень класс. Ну, подумаешь, краб, рыцарь. What the big difference, скажите? Ну, короче говоря, вы довольны жизнью? Ну, а как же? А все вспотели? Да. Вот это самое главное. Чтобы все вспотели. В конце экскурсии нас вывели на смотровую площадку, которая тоже была построена Цезарем Манрике. Но я предпочел бы посетить дом-музей, который когда-то построил Амар Шрифт для себя. Но через месяц умудрился проиграть его в карты местному билтеру. Но, увы, мы уже на корабле и двигаемся к следующему острову на Канарском архипелаге. Остров носит название Тенериф и является самым крупным в архипелаге. Как вы заметили, прибыли мы туда на ночь глядя, а сошли на берег только утром. Вы обратили внимание, что остров явно отличается от предыдущего. Более цивильный какой-то. В нём даже есть два аэропорта, один из которых печально прославился тем, что на нём произошла самая крупная авиакатастрофа в истории авиации. Я вам расскажу про эту катастрофу немножечко подробнее. Поскольку нас привезли в ботанический сад, а здесь мне говорить, честно говоря, нечего, просто надо смотреть, то вы смотрите, а я вам расскажу. Ровно 40 лет назад два Боинга 747-х, один Пенам, другой КЛМ, столкнулись на взлётно-посадочной полосе. Погибло 583 пассажира. Значит, что произошло на самом деле? Оба самолёта летели на другой остров, Лас-Палмас, это рядом с Тенерифом. Но их повернули на соседний остров, то есть на Тенериф, поскольку в Лас-Палмасе взорвали бомбу, какие-то сепаратисты, что ли. Через какое-то время Лас-Палмас был аэропорт открыт, и оба самолёта ждали разрешения на вылет. Первому самолёту по нам была дана команда пройти через часть взлётной полосы и выйти через выход боковой и направиться на другую взлётную полосу. В это же время КЛМ ждал команды на взлёт на этой полосе, но с другой стороны. Был очень сильный туман. Короче, что произошло? Панам пропустил свой выход и проехал дальше, а КЛМ начал взлёт раньше времени. Ну и, естественно, в результате они протаранили друг друга. Я, конечно, понимаю, что мой рассказ не совсем соответствует этому пейзажу. Но что делать, ребята? У меня другого времени нет. Зато посмотрите на вот эти замечательные кувшинки. Ну, не правда ли настоящий Клод Мане? А напоследок посмотрите на это гигантское дерево. Не правда ли настоящий распятый Иисус Христос? Иисус Христос? По-моему, это вполне можно отнести в раздел «Удивительное рядом». Мы сейчас находимся в курортной части города Санта-Круз. Между прочим, этот остров в течение года посещает 10 миллионов человек. То, что мы сейчас с вами видим, это комплекс бассейнов, наполненных морской водой. Но для любителей природы здесь есть, естественно, настоящие пляжи. Есть места специально для сорфинга, как, например, вот это место. Но, похоже, сорфинг здесь не очень популярен. Ну, а теперь мы едем в старый город. По дороге нам показали панораму соседнего городка, который носит название Пуэрто-де-ля-Круз. Берега здесь скалистые, и просто так здесь не искупаешься. Но небезызвестный вам архитектор Цезарь Манрике с острова Лансерот сумел создать целый комплекс бассейнов с морской водой, окруженных барами, ресторанами, магазинчиками. В результате появился новый курорт, который очень популярен среди туристов. Кстати, оно называется Коста-Мартинез. Ну, а теперь мы направляемся в старый город. Честно говоря, я ничего особенного сказать вам по этому поводу не могу. Ну, видите, площадь, название этой площади, кстати, называется Площадь Испании. И на ней находится муниципалитет местный. Птица симпатичная, но к старому городу отношения не имеет. Зато музей, который называется Балконным, имеет прямое отношение к этому городу. Не знаю, как вы, но я впервые встречаю такой музей. Ну что ж, давайте посмотрим, что у него внутри. А внутри парочка резных балкончиков, которые построены были в XVI веке. До сих пор стоят и не провалились. Честно говоря, я видал куда более красивые резные балконы в других странах. Особенно в странах Латинской Америки. Выход из музея, естественно, проходит через сувенирный магазин. Правда, этот магазин никакого отношения к балконам не имеет. Скорее всего, к гончарному искусству. Ну что делать? Придется через него пройти. Никуда не деться. Ну или, например, посмотрите на этот фонтанчик симпатичненький. Как я ни пытался, я его ассоциировать с балконами не сумел. Белле очень понравились вот эти ботиночки. Она хотела их купить, но, похоже, размер не подошел. На обратном пути на пароход мы проехали мимо очень любопытного здания. Как я выяснил позже, это оперный театр. К сожалению, ни снаружи, ни снутри посмотреть нам его не удалось. Ну, а теперь мы плывем на португальский остров Мадейра. На мой взгляд, остров удивительно красивый. Я надеюсь, вы в этом убедитесь сами, поскольку наша экскурсия включает в себя посещение, ну, большей части острова. К сожалению, в основном на автобусе. Но прежде чем мы сядем на наш автобус, я хочу вам рассказать об этом дереве. Носит оно название Dragon Tree. Дерево это очень редкое. Впервые оно было обнаружено на Канарских островах. Сок этого дерева ярко-красного цвета, как кровь дракона. Все скрипки Страдивари, между прочим, покрыты этим соком для улучшения звука. Ну, а теперь начинаются виды, которые я обещал вам показать. Посмотрите на эти горы. Прямо как зубы дракона, действительно. Остров очень зеленый. В отличие от Канарских островов, здесь выпадает достаточное количество влаги. Хотя, на самом деле, эти острова очень близко друг к другу. Мы с Белой уже были на этом острове когда-то. Но погода тогда была очень плохая, и мы ничего не видели. Плохая погода на этом острове – это явление очень редкое. Судя по всему, нам сильно повезло. В кавычках. Между прочим, Мадейру называют островом вечной весны. Поскольку температура здесь колеблется от 17 до 24 градусов Цельсия. Честно говоря, в этом трудно осознаваться даже самому себе. Но меня такой климат, наверное, бы уже устроил. Да, я еще забыл упомянуть, что этот остров называют островом цветов. Их тут очень много. А аромат некоторых цветов, ну, просто одурманивающий. Короче говоря, здесь очень можно провести недельку, дней 10, расслабиться и получить удовольствие. Ну, а как получать удовольствие? Это все зависит от вашего вкуса. Выбор большой. От водных процедур до хайкинг-трейл, с которых здесь огромное количество. Желающие заняться альпинизмом – пожалуйста, горы перед вами. А можно просто купить путевку All-Inclusive и валяться на солнышке кверху пузом. Ну, а для любителей выпить, добро пожаловать, ром местного производства. Очень известный, между прочим, 970. Вот здесь вот его, кстати, и изготавляют. Вот видите, какая сложная машина для этого требуется. Теперь посмотрите, как она работает. Судя по количеству пустых бутылок, ром этот явно пользуется успехом. Ну и, конечно же, для любителей поесть здесь тоже есть свои маленькие радости. Например, эта рыбная ферма при ресторане дает возможность посетителям ресторана самому выбрать себе рыбку, которую тебе тут же приготовят по твоему вкусу и подадут тебе на блюдечке с голубой каемочкой. В Сиуму снова в автобусе и движемся по направлению к столице Мадейры, Фунчау. Обратите внимание, насколько южная сторона острова отличается от северной. Совершенно другой климат. Тут даже есть районы с хвойными деревьями. А теперь наше последнее развлечение на этом острове – табаган. Табаган – это на самом деле плетеная корзинка на полозьях. Нас спускают по довольно длинной асфальтовой дороге вниз. Раньше местные жители использовали этот вид транспорта для спуска в город с гор овощей и фруктов. Ну, а теперь это очень-очень популярный аттракцион для туристов. Ну, конечно, за это они берут хорошие бабки, как вы понимаете. Такой вид транспорта вы, пожалуй, не встретите больше нигде в мире. Вы, конечно, заметили, что табаганом управляют два человека. Одному здесь, похоже, не справятся. А ещё заметьте, что одеты они почти что как венецианские гондольеры. Так что их, наверное, вполне можно называть табаганьерами. Ну, вот, пожалуй, и всё. До свидания, Мадейра. Теперь посмотрите ещё раз на неё. Просто общий вид с корабля. Это вид на столицу Фунчал. Следующая остановка – Малага. Первое место, куда везут всех туристов в Малаге – это дом, где родился Пабло Пикассо. Это неважно, что он прожил здесь всего 10 лет и больше никогда сюда не возвращался. Зато его бронзовая скульптура посажена здесь навечно. И вот так изо дня в день сюда нескончаемым потоком привозят туристов. А между прочим, здесь родилась ещё одна довольно известная личность. Вы все его хорошо знаете. Это Антонио Бандерас. Он родился здесь в 60-м году и до сих пор контактирует со своим родным городом. Он является почётным доктором Малакского университета. Так, извините, но нам сейчас придётся покинуть любимого Пабло, поскольку сюда направляется уже другая группа туристов. Ну, пожалуйста, не расстраивайтесь. Я вам сейчас покажу гораздо более интересное зрелище. Это танец страсти и огня – фламенко, который зародился, кстати, здесь, в Индалузии. Сегодня этот танец считается самым популярным во всей Испании, да и не только в Испании. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Крепосте совершилиเонез Крепами от Запорскихенивших В Леонидо Субтитры создавал DimaTorzok Cекури в Кафедрале Субтитры создавал DimaTorzok Нанесу не показавал DimaTorzok А собор этот, между прочим, считается одним из самых-самых интересных соборов во всей Испании. И называют его главной жемчужиной Ренессанса. Ну, раз уж так получилось, то я покажу вам просто пару фотографий этого собора. Наш крус подходит к концу. Сегодня последняя остановка в Марселе. Мы с Белой совсем недавно были в этом городе. И я о нем все довольно подробно рассказал и показал. Поэтому я не буду повторяться. Всем известно, что Марсель пользуется довольно дурной славой. Мусульманское население здесь составляет уже почти что половину населения города. Я думаю, что пока мы вот едем на трамвайчике, таком туристическом, я вам просто подберу факты терактов, которые произошли в Марселе за последние два месяца. Начну с 21 августа, когда автомобиль протаранил автобусную остановку. Соответственно, есть жертва. 21 августа. Следующее. 26 августа. Нападение в центре города с ножом. Ранено три человека. 17 сентября на вокзале мусульманская женщина обрела кислотой двух американских туристок. Девочка 20 и 21 год. Следующий теракт произошел опять же на вокзале 2 октября. Убиты две девушки. Опять же, нападение с ножом. 3 октября задержан автомобиль, в котором обнаружен заряженный гранатомёт и заряженные автоматы Калашникова. Хочу обратить внимание, что мы находимся в Марселе 9 октября. Если вообразить, что Иисус в данном случае является представителем Марселя, то статуя очень-очень злободневна. А теперь напоследок полюбуйтесь этой безмятежной, спокойной панорамой города. Сюда мы больше не вернёмся. Обещаю. Ну вот и всё. А теперь на берег. В Генуе мы остановились на знаменитой улице Гарибальди. Её история связана с именами известных аристократов, которые понастроили себе здесь дворцы. А на одной только этой улице расположено 40 таких дворцов. В трёх из них расположены Центральные музеи Генуи. А некоторыми дворцами до сих пор владеют потомки этих аристократов. Вы поняли, что я вам сейчас показываю одну из таких private properties. Зайти туда нельзя, поэтому мы идём, естественно, туда, куда можно. Чей этот дворец, честно говоря, понятия не имею. Но, судя по всему, здесь внутри сейчас находятся маленькие театры. А вот, посмотрите, даже здесь афиша Владимира Спивакова. Судя по всему, он здесь тоже выступал. Улица Гарибальди привела нас на центральную площадь города Пиаца Феррари. Прошу не путать с автомобилем. В 1936 году на площади был поставлен вот этот большой круглый фонтан, который явно украсил эту площадь. А теперь несколько слов о зданиях, окружающих эту площадь. Главный театр города, построенный на месте бывшего монастыря. Перед театром поставлен памятник Гарибальди. Говорят, он был очень заядлым театралом. Вероятно, его лошадь тоже. А это шикарное здание принадлежало самой старой в Италии фондовой бирже, которая закрылась в 1998 году. Когда-то здесь находился дворец Делла Борса. А в этом дворце жили генуэзские дожи. Жили они здесь припеваючи до тех пор, пока Наполеон не отменил эту должность. Внутри этого дворца было всё, даже тюрьма, которой какое-то время сидел погонение. Церкви в Генуе, в старом городе, встречаются практически на каждом шагу. Начнём вот с этой, казалось бы, невзрачной иезуитской церкви. Но невзрачной, как вы видите, только снаружи. А внутри церковь просто роскошная. Все стены увешаны картинами известных итальянских мастеров. И не только итальянских. Например, над главным алтарём висит известная картина Рубенса «Обрезание». В связи с этой картиной у меня возник один вопрос. Вот почему христиане молятся на обрезанного Христа, а сами не обрезаются? Так что, если кто знает ответик, просветите. Следующий на очереди – кафедральный собор святого Лоренцо. Считается, что бедный Лоренцо, он же Лаврентий, был заживо зажарен на железной решётке как раз на этом месте. Собор этот вызывает почему-то наибольший интерес среди туристов. Вероятно, потому, что здесь находится чаша, из которой пил Иисус Христос во время Тайни и Вечерни. И это несмотря на то, что чаша на самом деле была изготовлена в IX веке. Гуляя по городу, мы снова вышли на площадь Феррари. Сначала я решил, что это забастовка пожарников и работников скорой помощи. Но потом мы увидели, что вся площадь заполнена детьми, причём с разных стран. Ну, а когда мы увидали сцену, на которой танцевали и пели дети, мы поняли, что это какое-то мероприятие международного значения. Как выяснилось позже, здесь происходило открытие European Para Youth Olympic Games. Зрелище довольно шумное, поэтому, когда мы вышли на другую площадь, то здесь нам показалось так тихо, так спокойно. Хотя это место весьма популярное среди туристов, поскольку это начало старого порта. Здесь находится самый большой аквариум в Европе. Посещаемость больше миллиона туристов в год. Рядом с аквариумом находится корабль, старый корабль. Но на самом деле он не такой старый. Он был построен по просьбе Романа Поланского для его фильма «Пираты». За пять евро добро пожаловать на борт. А это здание хоть и расположено в старом порту, но совсем из другой оперы. Здесь находится банк Святого Георга, самый старый банк в Европе. Он функционировал с 1407 года в течение 400 лет, пока Наполеон его не прикрыл. Открыли его снова только в 1987 году. Кстати, Христофор Колумб держал денежки в этом банке. Я планировал вам показать еще одну, клянусь, последнюю церковь. Но по дороге наткнулся на эту маленькую часовню. Посмотрите на потолок. Не правда ли какая красота? Напоминает камеи. Все, все, бегу дальше. А вот еще одно доказательство того, что чем церковь скромнее снаружи, тем она шикарнее изнутри. Называется она «Базилика Святого Благовещения». С этим сооружением связана интересная история, вернее легенда. Когда-то здесь была маленькая часовинка, и местные жители решили ее расписать и пригласили местных монахов для этой цели, чтобы не тратить деньги на дорогих художников. Монах рисовал-рисовал, ничего не получилось. День кончился, он ушел спать. Решил дорисовать утром. Каково было его удивление, когда утром он обнаружил законченную картину. Это так потрясло местных жителей, что они тут же собрали деньги на вот эту совершенно потрясающую церковь. Буквально в двух шагах от церкви оказалась станция фуникулера. Мы из чистого любопытства решили подняться наверх. Поднялись. Честно говоря, ничего интересного не увидали. Пытались посмотреть на город, но тоже ничего не увидали, поскольку все закрыто зеленью. Ну, немножко снял вид с другой стороны. Судя по всему, это новые районы Генуи. Мы вышли из старого города вот через те ворота между двумя башнями, чтобы посмотреть домик Кристофора Колумба. Говорят, он здесь родился. Домик был разрушен французами, а потом снова восстановлен. Что нельзя сказать про стоявший рядом монастырь. Вот все, что от него осталось. Ну, и один монах. Что меня абсолютно поразило здесь, это мопедные и мотоциклетные стоянки. Интересно, как они могут найти свой мопед среди такого количества одинаковых машин. А вот еще одна стоянка такого же типа, но это уже на площади около вокзала. И тут же рядом автомобильная стоянка. Мы находимся на площади Победы. Площадь сама должна быть очень красивая, но эти автомобили чертовые и мопеды просто абсолютно портят вид города. Ну, раз уж мы тут, покажу вам триумфальную арку, которая, похоже, существует во всех европейских городах. А арка эта посвящена погибшим во время Первой мировой войны. Сюда мы попали, используя hub-on hub-off bus. Это очень удобный вид транспорта, на мой взгляд. Имеется несколько остановок в самых интересных местах. Ты можешь выйти, войти в любое время. А в процессе перемещения от одного интересного места к другому, можно сидеть и слушать комментарии на многих языках, включая русский. Что, похоже, мы в данный момент и делаем. Сидим и слушаем. Ну, а теперь пора немного размять ноги. Мы прогуливаемся по улице 20 сентября. Это центральная улица города, которая выходит к площади Феррари. На ней расположены основные торговые центры и магазины. В основном это очень дорогие бутики. Вы обратили внимание, как выглядит пешеходная часть улицы? Такое ощущение, что я нахожусь во дворце. Вы посмотрите на эти мраморные мозаичные полы. Эти аркады с мраморными полами тянутся практически по всей длине улицы. Нашим дамам эта улица понравилась значительно больше, чем нам. Потому что кроме удовольствия от прогулки, они еще получали дополнительное удовольствие от магазинов. Что удивительно, что на этой же улице расположен рынок. Обыкновенный рынок, хотя он носит странное название «Восточный рынок». Ничего восточного я в этом рынке не заметил. Но на что я, естественно, обратил внимание, это на белые грибы. Грибы не дешевые, 15 евро килограмм. А вот местная итальяночка скромно сидит на скамеечке и ждет поезда. Скажите мне, пожалуйста, мадам, куда вы едете? Чего вам сказать? Куда вы едете? Мы едем, я даже не знаю куда, но, по-моему, в какое-то рыбацкое бассейн. Да, мы решили выехать из Генуи и посетить небольшую рыбацкую деревушку, которая, говорят, довольно симпатичная. Едем, как вы видите, на метро. В Генуи есть метро. Смотрите, вот сидят три человека на скамеечке. И моя супруга, по-моему, выглядит больше итальянкой, чем ее соседи. Согласны? Ну, все, с метро закончено, и вот мы уже в этой рыбацкой деревушечке. Симпатичная, правда? К сожалению, пасмурно. При солнышке это, наверное, выглядело бы немножко ярче и живее. Напоследок, Белла заставила меня попозировать на фоне синего моря. А теперь вопрос на засыпку. Почему я стою вертикально, а море при таком наклоне, наверное, уже затопило Генуи? Пора текать домой, да побыстрее.